Следовательно, вероятность неучастия в профсоюзе, то есть P0, равняется 1 минус 0,29, то есть 0,71. Аналогично считаются вероятности для всех сочетаний, которые мы уже рассмотрели. Допустим, для исландцев вероятность P1 равняется 0,95, вероятность P0, соответственно, 0,05. Для людей, принимающих стратегические решения редко, но все-таки чаще, чем в нуле, в категории 0, для них вероятность P1 равняется 0,29. Для россиян, которые при этом имеют бессрочный трудовой договор, а все остальные характеристики как в контрольной группе, для них вероятность P1 равняется 0,81. Везде расчет идентичный. Берем проэкспоненцированную величину и подставляем ее в такую формулу. На всякий случай, обращаю ваше внимание, что работая с коэффициентами, мы всегда используем нестандартизованные коэффициенты. Потому что все-таки мы должны учитывать масштаб, размерность шкал. Потому что именно в таком масштабе они существуют в реальности. И последним шагом интерпретации логично является выбор одного из двух значений зависимой переменной. У1 участия в профсоюзе или У0 не участия в профсоюзе. Логично, что если у нас P1, допустим, превышает 0,5, значит выбираем участие в профсоюзе в качестве прогнозируемой величины для некоторого респондента. Если P1 меньше 0,5, то выбираем Y0, не участие в профсоюзе в качестве прогнозируемой величины. Вот эта граница 0,5, это пороговое значение или по-английски cut-off. Им можно манипулировать, но делать это надо аккуратно. Для выбора иных значений cut-off существуют специальные методы. Их мы рассматриваем отдельно в рамках сайта. Эти методы называются Rock Curve.